МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На перекрестке улиц Копылова и Красная Армия произошла авария. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии, один автомобиль не пропустил другого, у которого была главная дорога. Я ехал по главной, девушка мне не уступила дорогу. Все, вот оно. Все происшествие. Что случилось? Нет комментариев. В итоге пассажир Лады увезли на скорой. Предполагаемый виновник ДТП – женщина за рулем Одиссея. Причиной аварии могла стать и путаница в схемах движения. С возвращением старой схемы на перекрестке Копылова-Керенского вернулись и старые ДТП, когда при повороте налево не пропускают встречное движение. Напомню, что пару дней назад здесь окончательно открыли проезд на улицу Копыловой и вернули ее к старой схеме. Там убрали бетонные блоки, поменяли дорожные знаки, вставили светофоры. Но, как оказалось, не везде это было сделано качественно, и у многих горожан возникли проблемы с проездом. Водители жаловались, что не понимают, как ориентироваться по знакам, прикрытым картоном или по перевернутым светофорам. Исправить все обещали к понедельнику. А сегодня, во вторник, здесь случилось ДТП. Алина Крошникова, Виталий Субокин, новости ТВК. А сейчас о других основных темах этого выпуска. Красноярске похолодает, когда дневная температура воздуха не поднимется выше нуля. Прогноз на предстоящую неделю. Автобусы без кондукторов и безналичная оплата. Какие перспективы ждет транспортная система Красноярска, обсудим в студии с руководителем Департамента транспорта. Россиянам по ошибке списали более 5 миллионов автомобильных штрафов. Сбой или серьезная проблема в системе. Новый проект новостей ТВК. Дорогие мои старики, как живут на пенсии, известные и уважаемые красноярцы. Сносило даже заборы. Сегодня все утро в Красноярске бушевал сильный ветер. Порывы достигали 25 метров в секунду. И, как это обычно бывает, при такой погоде не обошлось без последствий. Так, на стройке на Ладоке-Цхавеле снесло целую стену забора. На Майерчака ветер выломал одну из секций светофора. А на улице Армейской стихия сломала железные конструкции на стройке. Никто не пострадал из-за штормового предупреждения. Пришлось даже отправить рейс из Москвы в Абакан. Хотя приземлиться самолет должен был в Красноярске. Но, несмотря на сегодняшнюю непогоду, выходные выдались очень теплые и солнечные. На острове Татышев даже зацвели ромашки. Фотографиями поделились красноярцы в социальных сетях. Автобусы без кондукторов, с разными тарифами и без гонок на дороге. Департамент транспорта предлагает новую программу красноярских пассажирских перевозок. Так, к 2021 году кондукторов планируют заменить терминалами-валидаторами. Заплатить можно будет банковской или транспортной картой. В дальнейшем проверять, чтобы люди не ездили зайцем, будут специальные контролеры. Кроме того, фиксированной цены за проезд через три года не будет. В зависимости от длины пути и даже времени сумма за билет будет отличаться. Какой она будет, пока только обсуждается, чиновники хотят сделать шесть разных тарифов. В данный момент у нас есть пересадочный тариф. Это 45 минут, следующая посадка у нас это 15 рублей. То есть в таком же духе планируется сохранить. Скорее всего, будет даже два таких тарифа, 45-минутный, часовой. Какой тариф будет, это будет уже в дальнейшем экономически рассчитано. Также тарифы будут зависеть от количества ездок. За наличный расчет, допустим, тариф будет один, да, сто процентов. Если тариф обезналу ездит, то у него, естественно, он будет дешевле. Кроме того, департамент транспорта хочет изменить систему оплаты самим перевозчикам. Планируют, что отдельная организация будет производить расчеты с предпринимателями. А переведут средства только, когда расписание, скорость и состояние машин будет соответствовать контракту. Перевозчики считают, что такую систему организовать до 2021 года не получится. Мы считаем, что в городе должен быть один тариф. А если это будет на каждом маршруте свой тариф, то есть некая такая непонятность тем, почему здесь дороже, там дешевле. На сегодняшний день контракты разыграны до 2021 года, до 14 апреля. Чтобы изменить систему даже сбора выручки, нужно сначала дождаться либо окончания контрактов, либо расторгнуть со всеми перевозчиками одномоментно, что тоже невозможно. Простили 5 миллионов нарушений. Конечно, не из добрых побуждений, а из-за ошибки в системе. В федеральном ГИБДД в корзину отправились 10% всех штрафов, которые пришли с камер видеонаблюдения. Коснется ли это нашего региона и придется ли людям все-таки оплачивать потерянные штрафы? Разбиралась Алена Крашенинникова. Алена, тебе слово. Лиза, ну, объяснение простое. Сбой в системе. Так говорят в федеральном ГИБДД про 5 миллионов штрафов, которые простили россиянам. Все произошло из-за ошибки в системе при переносе из региональной базы данных в федеральную были неточности. Где-то не хватило адреса, где-то неверно был указан номер дома. И такие ошибки автоматически система рассматривает неверными и не принимает такие данные. Соответственно, они отправляются в корзину. И штрафов владельцу не приходит. В такую самую корзину таким образом ушли 5 миллионов штрафов. Теперь, говорят эксперты, их платить не придется. Нет нарушения в базе, нет постановления, нет и штрафа. Это не единичная ошибка, которая разом просто произошла. А это, ну, накопленная, это было, не может это разом происходить. В любом случае, в региональных базах, как правило, по регионам, у нас в Красноярском крае, она дублируется. То есть, в любом случае, человек получит свое наказание в этом случае. Если все-таки не продублировано по какой-то, или невозможно, штраф просто не выписывается. Человек не знает о том, что у него, он нарушил правила дорожного движения. Как правило, это автоматическая фотофиксация, да, которая происходит. Соответственно, неправильно указан номер дома собственника, либо неправильно указаны его регистрационные данные. Соответственно, система ему автоматом не может выписать штраф. Он останавливается и, ну, он не может, постановление не выносится. Соответственно, человек оплатить его не может. Ну, эксперты рассказывают, это нам, к счастью, или, к сожалению, для водителя не грозит. Региональная наша база дублируется, и все штрафы вносятся в систему, потом их хранят. Несколько лет и передают в Москву. Если где-то сбой, то мы всегда сможем из сохраненной системы передать в Москву новые данные. В этом оказалась и причина сбоя. Во многих регионах таких баз нет, и передавая данные, они их просто устраняют. Лиза? Алена, ну, к слову, о данных в нашем регионе есть ли статистика, сколько штрафов в среднем выписывают каждый месяц? Лиза, да, есть такая статистика. В месяц автоматические системы фиксируют около 100 тысяч штрафов. За 9 месяцев вынесено почти 900 тысяч постановлений на сумму более 670 миллионов рублей. На данный момент погашено более 80% штрафов. Как видите, платят у нас их хорошо и исправно. И вот еще одна вещь. Топ-3 нарушений. На первом месте превышение скорости, следом заезд за стоп-линию, замыкает тройку, проезд на красный свет. И такие сбои, как в Москве, хотя нас и не касаются, но, однако, у нас есть и свои проблемы со штрафами, говорят эксперты. И связаны они с работой чиновников. Давайте послушаем. Помимо всего этого, у нас существует отсутствие, так сказать, паспортов на дороге, в связи с чем у нас зачастую отменяются некоторые постановления, к примеру, из-за отсутствия разметки стоп-линии, из-за неправильно работающих светофоров, либо неправильно работающих цифр обратного отчета, когда потом приходят автовладельцы и отменяют данные постановления. Таких масса тысячи, то есть озвучивают не сотни, десятки, а тысячи постановлений, которые отменяются. Напомню, что и у нас были программные ошибки. Например, в начале этого года автомобилисты жаловались, что они не могут ни обменять, ни получить новое водительское удостоверение, тоже из-за сбоя в какой-то системе. А вот что будет с федеральной системой, будут ли ее перезапускать или настраивать заново, пока неизвестно, будем за этим следить. Ведь потеряли они почти 10% от всего общего объема штрафов, и эта сумма немаленькая. На этом все. Лиза. Спасибо, Алена. Это была моя коллега Алена Крашенинникова. Рассказала про сбой в системе, из-за которого из баз данных потерялось 10% автомобильных штрафов с суммой на 5 миллионов рублей. А прямо сейчас мы возвращаемся к теме нашего обсуждения. Напомню, мы сегодня спрашиваем вас, как вы относитесь к предложениям властей о реформации своеобразной системы пассажирских перевозок. И вот что нам пишут. Пишет нам Сергей Пазы. В утиль кондукторов убрать, автобусы перевезти на газ, а в идеале электробусы кондиционеры в салон. Вот столько сразу же предложений нам поступают. А те предложения, которые все-таки есть и будут реализованы к 2021 году, мы обсудим с гостем сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Ночные новости ТВК». Мы продолжаем выпуск. Камеры видеофиксации научились делить расстояние на время, чтобы узнать скорость и штрафовать, если водитель нарушил скоростной режим. Об этом не только в рубрике «Новости коротко». Партнер проекта – компания «Блейхерт». Морозоустойчивый потолок для ваших домов, дач, балконов. Камеры фиксации нарушений ПДД будут следить за водителем полтора километра. Такая система заработала на 17-м и 19-м километре Енисейского тракта. Первая камера будет фиксировать время и скорость, с которой водитель заехал на участок. Вторая – через 1455 метров. Вино в России может подешеветь все из-за рекордного урожая в Европе. Эксперты прогнозируют, что вина дешевого и среднего сегмента потеряют в цене в среднем на 10-15%. Причем относится это как к импортным напиткам, так и к отечественным винам из зарубежного сырья. Дорогие вина в цене, скорее всего, не потеряют. Но в любом случае, точные ценники производители назовут только в 2019 году, когда свежий европейский урожай доберется до российского рынка. И прямо сейчас мы обсудим, так скажем, будущее общественного транспорта в Красноярске. В нашей студии руководитель департамента транспорта Дмитрий Петров. Дмитрий Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте. Для начала, появился у нас первый автобус без наличной оплаты, маршрут номер 3. А планируется ли оборудовать такой системой все автобусы, троллейбусы, возможно, даже трамваи и к какому сроку? Да, это мы планируем сделать. И планируем сделать это поэтапно. К 2021 году сидя в студии, один из перевозчиков выступал и говорил, что момент на это, конечно, сделать нельзя. Это на самом деле так и есть. Поэтому мы постепенно, поэтапно к этому подойдем. То есть мы подготовим и контролеров, и кондуктора у нас без работы не останутся. Вот так, кстати. По поводу этого хотелось бы, прошу прощения, что перебила, сразу уточнить. Много нам пишут бедные кондукторы. Куда же они сейчас пойдут? Постепенно, поэтапно мы ко всему к этому придем. Поэтому для этого берем мы такой большой срок, 42 года. Но вот все-таки по поводу кондуктора. Будет упразднена должность кондуктора как такового, все-таки что тогда появится вместо него? Появится контролера. На первом этапе кондуктора будут осуществлять функцию и контролера, и как кондуктора такового. Потому что будет и наличный расчет, и безналичный расчет. Естественно, человек, который хочет проехать на автобусе, имея наличные деньги, он должен иметь эту возможность. В дальнейшем мы планируем, что перейти на полностью безналичную систему оплаты проезда. Естественно, кондуктор как таковой сотрудник будет не востребован. Но все эти люди будут трудоустроены, в том числе и в контролеры, либо в другие какие-то структуры наши муниципальные. А если все-таки даже после 2021 года кто-то будет рассчитываться наличными, кому он будет платить пассажирам? В данный момент это организационно и технически перерабатывается. В дальнейшем планируется создание единого оператора. Это будет муниципальная какая-то организация, учреждение, очевидно. Которая будет в дальнейшем за работу перевозчика рассчитываться с перевозчиком уже. А все денежные средства будут поступать консолидированно к нему на расчетный счет. И в дальнейшем эта организация, имея контракт с перевозчиком, который будет обязан поставить чистый, новый автобус с кондиционером, возможно, он будет. Который идет по расписанию, с четкими интервалами. Тогда за эту работу перевозчик будет получать оплату. Если будут какие-то нарушения, перевозчик эти деньги будут сниматься в виде штрафных санкций. Естественно, любой перевозчик будет вынужден, обязан будет исполнять условия контракта. И у нас исчезнут гонки. У нас уйдет погоня за пассажиром, когда один автобус другой подрезает и наносится большой урон безопасности пассажиров. Если перевозчик не будет эти требования выполнять, с ним разорвут контракт или просто штрафуют? Сначала штрафные санкции, а потом вплоть до разрыва контракта, конечно же. И там уже искать кого-то вместо? Естественно, все эти моменты будут исполнять муниципальные перевозчики. То есть на такие случаи у нас будет резерв, конечно же. Есть еще такой вопрос у наших телезрителей по поводу тарифов, что может быть шесть вариантов развития события, скажем так. Многие переживают, что тарифы могут вырасти. Так ли это? Тарифная политика – это немного не наша епархия, это у нас Министерство транспорта. Какие тарифы будут, я, к сожалению, сейчас сказать и прокомментировать не могу, потому что перевозчики подали заявление, комиссия будет рассматривать. Но в любом случае будет приоритет безналичному расчету, либо есть также будут безлимитные тарифы. Будут тарифы на 40 поездок, тарифы будут повременные. Я сегодня озвучил уже, возможно, 45 минут, 60 минут. И, естественно, от этого будет зависеть стоимость их. Но будем отталкиваться от предельного тарифа, который когда-то будет утвержден. Я правильно понимаю, что безналичная оплата, при безналичной оплате стоимость проезда будет несколько дешевле? Я думаю, что даже значительно дешевле будет. То есть даже выгоднее? Хороший совет нашим пассажирам. Еще если коротко, может быть, Wi-Fi у нас когда-нибудь появится в автобусах? Как вариант, мы прорабатываем этот вопрос уже с некоторыми компаниями, которые занимаются именно провайдерскими услугами. И, возможно, в тестовом режиме появятся такие автобусы. И если они будут востребованы, в дальнейшем гражданами пойдем слушание и, возможно, продолжим сотрудничество. Ну что ж, желаем тогда вам удачи в реализации всех этих планов, а мы, пассажиры, будем тогда ждать их реализации. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Дмитрий Петров, руководитель департамента транспорта администрации города был у нас. В ночных новостях мы сегодня вместе с вами обсуждаем нововведения в транспортной системе пассажирских перевозок, в частности, упразднение должности кондуктора. Вот что нам пишут. Может, все-таки акциза на топливо урезать, люди с работой останутся, проезд останется прежним, чиновники немного похудеют, все в плюсе. Мнение Анатолия. Людям не важен комфорт и экология, им важна скорость прибытия на место, не важно, как кондуктора нет, это радость на весь день, плюс 22 рубля экономии, а эмоции от этого куча. Сомнительная радость, потому что платить все равно придется, но, как нам рассказали в департаменте транспорта, при безналичной оплате цена будет ниже. Подробное интервью можете посмотреть на нашем сайте tvk6.ru. Пока к другим темам. С сегодняшнего дня в новостях ТВК стартует новый проект Натальи Кечиной «Дорогие мои старики». По понедельникам мы будем рассказывать о том, как живут сейчас самые уважаемые и известные люди Красноярска, ныне пенсионеры. Сегодня мы побывали в гостях у народного архитектора России, почетного жителя Красноярска, Рагадимирханова. Для жителей Солнечного и Северного операция по удалению катаракты бесплатна. Сейчас Рагадимирханов живет в обычной двухкомнатной квартире на Дубровинского, но не сто, в обычном доме. Конечно, человек, спроектировавший, по сути, все знаковые строения Красноярска, музей на стрелке, БКЗ, театры мускомедии, куколь на театральную площадь и другое, мог бы, очевидно, при желании жить не иначе, как в апартаментах. Но возглавлявший институт граждан-проект в СССР, он как раз советский архитектор с глубоко советской идеологией. Я представляю определенную крайность, совсем не обязательно достойную подражания. То есть думать о себе во-вторых, а иногда и не думать. Поэтому у меня нет ни коттеджа, ни загородного земельного участка, ни... Ну, короче говоря, не отличаюсь особенностью самодостаточности. Это не достоинство. Это, к сожалению, факт. Семья Арега Демирханова – это дочь Карина, врач и внук Давид. Они живут отдельно, но один Арег Саркисович у себя в квартире почти никогда не остается. Рядом либо родственники, либо сиделка. Полтора года назад, во время вечерней прогулки, архитектор потерял сознание и пролежал более четырех часов на морозе. Врачи БСМП его тогда спасли, но шесть пальцев пришлось ампутировать. Тем не менее, сейчас 85-летний Демирханов уже приспособился держать в них ручку, столовые приборы и сигарету. А вот ходить без поддержки очень сложно. Чувствую я себя отвратительно. Я не могу, как всегда, сбежать на этаж, проверить, как там выполняются работы. Потому что одна из основных работ архитектора, автора проекта – это авторский надзор. Мне доставляет некомфорт и удобство, когда отсутствует нагрузка. На видном месте в доме Арега Саркисовича всегда портрет любимой, единственной жены Тамары Ивановны. Это был служебный роман. Она копировальщица, он уважаемый архитектор. Десятки лет вместе он писал и много стихов с признаниями в любви. А потом случилась болезнь, в результате которой Тамара Демирханова больше десяти лет была прикована к постели в очень тяжелом состоянии. Далеко не каждый мужчина смог бы так самозабвенно ухаживать за любимой женщиной. Супруге Демирханова не стало семь лет назад. Для меня ее нет, как вчера, и на самом деле бесконечно нет, как величайшее душевное испытание и потрясение. Я влюбился как в женщину, она этого достойна. А затем, как за ребенком ухаживал, потому что нас постигло вот это жуткое господнее наказание, ее болезнь. Это продолжалось много лет, боюсь называть, сколько. И это одна из главных моих утрат. Одиноким и заброшенным стариком себя Демирханов, конечно, не чувствует. Его навещают ученики, студенты. Но круг общения, говорит, после того, как перестал активно работать, конечно, сократился весьма. Те взаимоотношения, которые были у нас в составе Союза, конечно, иные. Конечно, сейчас доминирует рацио, целесообразность, выгодность взаимоотношений в том числе. Вот в этот круг я не вхожу, к сожалению, и к моему душевному покою и счастью. Демирханов очень еще мечтает поработать. Довести до ума подземное хозяйство Красноярска. Все коммуникации, включая возможное метро, все виды теплотрасс, водопроводов, канализации. Он говорит, будет любить наш город до конца своих дней. Когда финал не за горами, когда вот-вот порвется нить, и ни мольбой, ни докторами уход не приостановить. Когда я стал мудрее и строже к своим поступкам и словам, то для меня всего дороже. В моей любви признаться вам. Спасибо. 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 Спасибо.